Облачная технология Занимаемся мы этим проектом полтора года Порядка 10 человек над ним Что он у себя представляет? Мы представлены на трех платформах основные Самый главный, ну веб-сайт По сути он урезанный, самый урезанный функциональный И нативные клиенты под iOS То есть это iPhone, iPad, iPod, Touch И нативный клиент под Android Что же это за проект? Я чуть подробнее на нем остановлюсь Из-за того, что вам понять, дать информацию к размышлению Почему же мы перешли на улучшные технологии На Amazon Web-сервисе Единицей данных, самым главным в сущности проекта является контент, изображение Так вот, пользователями уже созданы у нас порядка 10 миллионов изображений И которые занимают примерно 800 гигабайт данных На данный момент, на текущий момент Соответственно, пользователи создают контент изображений Но надо его как-то смотреть Так вот, у нас есть ленты популярные, новые, ну разный вид То есть это просто выборки картинок, как вы говорите, на них можно смотреть И в день в сутки нам приходит около 45 миллионов запросов к пачкам изображений Пачка там 5-10 изображений Вот, то есть это примерно получается около 800 запросов в секунду Это только выборки картинок, только на нативных платформах, без учетов веба Надо контент просто так смотреть неинтересно За него надо голосовать, его надо оценивать Вот, мы обрабатываем, принимаем большое количество голосов Около 8 миллионов в день В пике бывает, что по 160 человек оценивают какое-либо изображение в секунду И у нас социальная составляющая такая То есть дать возможность пользователям общаться Ну цифра по сравнению, там 110 тысяч комментариев в день Вот, то есть каждый секунд кто-либо пишет комментарий Вот такие цифры То есть мы считаем этот проект высоконагружным Вот, у него свой поток разработки Говорю из-за этого Но начинали мы как простой проект Как любой проект он начинается с нуля всегда И сейчас я вам расскажу каждый раз И наш рост можно разделить, грубо говоря, на три этапа Первый этап это, ну, с нуля до 400 тысяч пользователей в день в сутки Наша дневная аудитория Затем у нас был, в принципе, можно сказать, что резкий скачок До двух миллионов пользователей в сутки И дальше, ну дальше растем Значит, какие-то этапы Первый этап Все эти этапы, они связаны с хостерами, на самом деле Сначала мы хостились на Хестнере Немецкий хостер, в принципе, я думаю, он очень известный Может быть, многие его там пользуют Дешевый Вот, я еще раз скажу Он дешевый Вот, второй этап Как раз вот этот скачок от 400 тысяч до 2 миллионов в пользователей в сутки Мы совершили на Амазоне И на Амазоне мы полгода проработали Ну, и сейчас пока что продолжает работать Но дальше третий этап, который мы сейчас реализуем Пока что Это УВАШ Это тоже еще один хостинг Вот Он Там не пойму, что он немецкий, то и французский Он везде Герой там везде Скоро в Америке он собирается тоже присутствовать Вот Значит Как же у нас все начиналось? Начиналось у нас все на Хестнере Как простой новый проект Один сервер На нем все То есть Приложение, сам код написан Стратика вся лежит То есть Весь контент, который развивает пользователи Соответственно Ложиться на этот сервер Унитарик развивал Изначально Что В такие короткие сроки Мы так быстро стремнем Конечно же Мы их начинали вот На одной машине Вот И бандан там Соответственно В принципе Нет Время Мы с этим справлялись Без проблем Процессор Загрузка была не такая большая Уперлись Вы на самом деле В сеть В сеть Эту сервер Потому что Как я уже говорил Раздача у нас очень большая Очень Много картинок мы отдаем Вот Чуть для этого дальше Причем Уперлись мы Вообще Можем сказать Какую то определенную Ночь просто Резко у нас попал народ И нам стало плохо Нашему серверу Партинки не показывались Это основной функционал Поэтому Пришлось что-то быстро придумать Что-то решать Ну Что мы придумали Какое быстрое решение Это взять еще Четыре сервера На Херцинере И синхронизировать Покажут картинки По протоколу H-Sync Ну это синхронизация такая То есть Круг говоря Развенное Количество времени Запускается там В скрип Который Берет С основного сервера Приложение Кладется изображение На свойство Там все осталось Но он распихивает его По этим читаем серверам А пользу своего изображения Отдаем По сути Случайном порядке Одного из этих Четырех серверов Ну там Конечно же Есть случай Ну а Такое как Допустим Согласованность Да То есть Когда У нас пользуется изображение Мы должны сразу показать Правильно А R-Sync у нас еще не отработал То есть у нас это изображение Есть только на одном сервере На этом На главном Вот Значит Как мы здесь Ну Тупо решение блок Если у нас R-Sync Запускается раз в минуту То Мы В коде сделали Такое заключение Что если изображение Было создано Меньше чем 5 минут назад То оно показывается Всегда только С основным сервером Каспит Да Некрасиво Да и вообще Все Вот это Каспит На самом деле Неправильное Решение Этих дел В со временем Когда Мы приближались Как нет Четыреста тысяч Пользователи В сутки У нас Началось Все Большое 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 Буквально Миллионов Сейчас точно не помню Вот Он начал тупить Из-за того Что Систему Большая Сам Алгоритм Там Неправильный Неправильный Подход Когда Он смотрит Об изменения Но На самом деле Все это Неправильно Вот У нас Начал Писать Не нравилось Что Чуваки У вас Что-то Трафик У вас Вирус Какой-то На сервере И Раз в день Я рабочий день Каждое Некоторое время Начинал с того Что Я получаю Обуз Я Отписываюсь Ему По каждому серверу Что Нет Нормально То есть Таким Нагрузкам Систевым Каналом Забивали Это 100 Мегабитные Там 100 Мегабитные Там 60 Мегабит Забит Там Большой поток Трафика Вот И тут Понятное дело Что-то надо с этим делать Мы Пришли К Amazon Что такое Amazon Web Service Это Провайдер Один из передовых Провайдер Облачных услуг Он Представляет Облачные услуги Их у него очень много Можете Видеть все на сайте Мы сегодня поговорим Только оба Трех основных Которые мы используем Ну да Одна Четырех После Вот Это Elastic Compute Cloud EC2 У него называют Дальше Дальше По первым буквам Это Виртуальные сервера То есть Вы просто в веб-интерфейсе Создаете Инстанс Ну Инстанс просто Короче По-русски Его называют Создаете Назначаете Там IP Гресса И Честь Суждаете Если На простом Экену Сервере Допустим 500 гигабайт Вы можете 10 гигабайт Выставить Все это Виртуально Абсолютно Все Что вы там Создаете Виртуально То есть Это Будет Работать На Их Мощностях Количество Сердоров Очень Большое Везде Они В Америке У них есть Дата-центр В Европе В Азии Да В Азии Есть Еще Три Зоны Зоны Доступности Они Называются Сделано Для того Чтобы Вы Могли Себя Отказоустойчивая Эфраструктура У нас Сделана И Труд Навальдение У них То есть Естественно Смывает Все У нас Серверов Нет Что Спасет Что Физически Будет Спределено Амазон Для этого Он Дает По сути Вообще 5 кликов На самом деле Все это делается То есть Когда Седаете Сервер Вы говорите Во в ком Немного Соединять И Много Но С консолью Работать Никуда Это EC2 Эктуальная Сервер Еще Основной Самый известный Могулярный Сервис Это Simple Storage С3 Называется Это Хранилище Файл Значит По сути Это Просто Общение Происходит Борис Протокол Есть Амазонский Вам надо Если захоронить файли Надежно Навечно Которые доступности Будут 99,6% Они гарантируют И Передаете Запросы Через СДК У них есть СДК Через СДК Можно сделать Больше вещей Чем через Веб-интерфейс Веб-интерфейсе Веб-интерфейсе Опять же Своими скриптами Вот Значит Заливается Файл Веб-интерфейсе Все У вас есть Ссылка Тут Много Всяких Плюшек Еще Что Там Доступность Кому-то Можно показать Кому-то Какие Вам Все Прозрачно Как они Хранят Все Это Уделяют Третий Сервис Которым Мы Пользуемся Это Relational Database Сервис В частности Маскель То есть Это RDS Это Облачная Ваза Дома Я Сначала Я Думал Это Вообще Решение Автоматически У вас Там Данные По-разному Северам Распространение Виртуальный Инстамес На Маскель Который Оптимизирован Настрой Очень Надежен А Вы Можете Не задумываться Сами А Если Мы Мучились Кстати С Ручной Поэтому Мы И Ушли От РДС Тоже Используем Это Одни Сервисы Сегодня Применяем Плюс Еще Такая Вечность Амазона Как Мониторинг Всего И Вся Абсолютно Здесь На свадьбе Мониторинг Маскель 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 Та Через В Маскель 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 Прямо Принципе Это Был Небольшой Идалон Порядок Может быть Минут Двух Маскель 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 Создает Мастер Слайф Эклликация По Базам но и как мы начали то есть вот он момент и из теста на амазон которые обращались базе данных соответственно и файлы пола на из 3 все в коде о москве не вообще никакой не надо разве чтобы менять иных остатков комиссии поиск 3 ну да вместо одной строчки контент круглая сделали через сдк там с 3 у файл все потому что потому что неправильно спрогнозировали какие нам нужны мощность виртуально количество ядер количество памяти оперативной мы сможем работать здесь будет система который я еще городе вот начаться после даром ну как только мы ушли мы просто залезли в панель управления и прибавили по изменили типы инстанции просто-напросто все заработало некоторое время даже мы так оставались постоянно на этом на такой архитектуре вот дальше проект развивается москва растет точно нам нужны отдельные сервисы мы писали да мы добавляем сервисы на зонские частности сервис был добавлен такой как давайте было быть по множеству из новостей компьютер клада что это такое его группа вот это был сел что он дает то есть изначально до пользователя у нас шли для этих целей в амазоне есть вот как раз и власть он молодец то есть пользователь всегда идет на его балансинг то есть амазонский сервис вы просто указываете там все на их записи доняйся одну единственную он сам штабируется по вашему он уже смотрит какие группы инстанций какая назначена то есть у нас отдельный блок балансер был для ВМ, отдельный блок балансер для он просто смотрит за какой один серверов ввести за трос если этот инстант не работает или что с интерфейсом недоступен тогда просто надо что он автоматически его отключает как выбивает этот блок балансинг позволяет он фильтрует примитивный доз трафик трафик т.е. он не пускает к вам нехороший трафик паразитный плюс еще ко всему у амазона есть какие-то понятия как security group т.е. вы просто в интерфейсе у инстанса как назначается security group какой-то групп безопасности который указывает какие порты открыты на сервер все остальное он просто не пускает то есть они глобалы закрыты причем у вас внутри сети все это все вам доступно все можете сделать вот значит у вас полностью как я говорил проект у нас растет мы добавляем новые инстансы в частности нам понадобилось для буш-рассылок уведомления который на айфон приходится уведомление на андроиде тоже потом добавилось у нас еще поисковое отдельное на то есть там есть поисковые инстансы монгдб мы начали там использовать сегодня будет доклад он это на наших разработчиков про монгдб вот дальше проект как я говорил уже растет не просто напросто нам остается только увеличить количество инстансов а данный момент у нас 8 инстансов для приложения 6 для API 2 для VN вот то есть заведение нового API осуществляется по сути тоже три клика то есть там из кнопочек там типа создать такой же набор берет там у нас есть сохраняем область в нашей виртуальной машине то есть все что там было приготовлено заранее ну там Ubuntu, FPM, NGINX ну стандартные вещи для разработчиков вот просто заводится все включается и у вас какого банка все разговорится что вот еще много интересных пожалуйста используем его ну по сути вот текущая это текущая наша архитектура текущая наша архитектура по стоимость вопрос стоимости вообще в Амазоне одно из преимуществ облачных не только в Амазоне вообще облачных технологий и то что вы платите только за то что вы используете то есть если вот мы на СТ сканили 100 гигабайт мы только за 100 гигабайт и платим если у нас инстанс и DC2 проработал только 2 часа мы его потом остановили мы платим только за эти 2 часа ресуранты цены у них есть там на сайте, есть калькулятор там на самом деле очень много нюансов конечно еще учитывается но в принципе готовый калькулятор там есть можете посчитать на вот эту нашу архитектуру у нас ушло порядка, уходит порядок месяц порядка 5500 долларов вот тут нам дается за то полная доступность мы знаем что у нас ничего не отвалится вот единственное только что мы пока в одном регионе не стали пока другие регионы распараллеливать пока что вот ну это на текущий момент инсайдерская информация вот у них есть полностью отчеты показываются по использованию то есть за этим все можете наблюдать тут вот примечание такое да без учета раздачи контента на этом я хотел бы подробно остановиться вообще можете себе представить что трафик у нас он очень большой да картинки мы знаем картинки в среднем там по 70 доставить уважай вот и по сути самый простой вариант когда на S3 положили файл пользователям я даю ссылку на S3 то есть на этом сервере, на эту картинку с одной стороны да, вам как организм это все проще но с другой стороны S3 не предназначен для большой раздачи контента быстрой раздачи контента это хранилище, это не сеть доставки контента наши картинки в среднем у нас с пензой ну, синтетические тесты, понятно проводили замеры то есть примерно одну секунду отдавались очень долго на самом деле никакого объема информации ну просто там, там же не столько задачи, стилай, задержки столько просто пока думает о настоящем вот и у него нет днем с определенности то есть всем пользователям что из Америки что из Азии что из Азии что откуда они все идут вот у нас мы регионы в Ирландии все идут в Ирландию это неправильно на помощь тут приходят сети доставки контента 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 библиотек CDN что их такое тут картинка с Википедии как она это объясняет то есть есть одно точечное это если рассматривать когда на концерт раздаем со стиль вот это называется одноточечное то есть когда у вас где-то вот в одной точке все сформировано не обязательно там седра а в одной точке там географической географической да все себе она это сервера что называется поп то есть это точка присутствие они распределены по географическому всему миру в разных стилях они там везде по-разному присутствию есть самое интересное наверное АКАМАЕ которые не работают с Россией вообще отказываются не хотят если есть у вас какая-то информация как можно с ними подружиться может с вами связаться помочь вот значит то есть когда ваши экземпляры объекты в данном случае у нас они распределены по нескольким этим полом по разным в разных географиях что и в Уголосе и в Америке есть эти картинки и в Европе и когда в Америке заходят ему не надо на самом деле запрос через херам опускается у него запрос идет на его материке к серверам на его материке это на самом деле ускоряет в разы все значит значит у Amazon и сервис CloudFront который есть на самом деле семья который тесно связан с С3 у них на самом деле там заметите если будете интересоваться им что каждый отдельный сервер с микрофоном в отдельном сервисе отдельные бальки хотя бы понятное дело вот время доступа у нас хватило на 300 секунд на одно изображение по 1 секунд просто напрямую с С3 и плюс здесь то что это ее распределенность то есть и все так автоматизировано как это все происходит вот вы фарик забили на С3 вот у вас есть ссылка там допустим ваш дофин там ну допустим мобиль запрос если идет у нас идет с разных стрель вот как было с С3 заводится отдельный план который направлен на клубфонские сервера клубфонские сервера настроены на все просто на все в интерфейсе делается ментар когда запрос на картинку приходит полфонские сервера он смотрит запрос идет идет американские он он смотрит а если у меня экземпляр у меня здесь если нет он идет на origin сервер так называемый это все прозрачно это разработчик соответственно все следующий кто запросит это же изображение он получит сразу же с американского ОК вот теперь ну самое интересное это стоимость этой CDN вот наш трафик вот в какую цифру выливается один даже одного дня мы не поюзали там стал график расти или отчетов решили что что-то это может что-нибудь другое придумать вот как-то все удобно да может быть что-то похожее нам стоит придумать причем не оказывается от S3 потому что ну не знаю скажите мне как бы 10 миллионов файлов может быть что-то на другое конечно придумали но мы решили пойти чуть по другому пути был найден как раз к этому моменту нормальный хостинг не Хесла кстати я обещал сказать почему Хесла пришел потому что он использует в качестве сервера дископные компьютеры то есть у них стоят просто вот системники просто стоят у них дат-центры но они даже не скрывают у них есть фотографии можете в интернете поискать там разработчики вот так вот стоят и там на плане стоят куча вот есть вот здесь вот здесь нормальный хостинг для начинающих который позволил сократить вот цифру 25 в одну тысячу долларов с нашим трафиком берется одна мощная тачка 48 гигабайт оперативной памяти и с 10-ти гигабитной сетью на самом деле 10-ти гигабитную сеть еще тоже составляет 10 гигабит и собственно мы реализовали с ним кое-что кое-что это потребуется мне потребуется вам рассказать о каширующем процессе название вармыш вот вармыш что это такое то самое кое-что значит представляет из себя софтима программа написано одним из разработчиков ведра операционной системы там если почитать вот сайте его посты как он размышляет вообще то есть я ведь посмотрел много ухода сейчас программ которые пишут люди пошел программируйся как мама то есть он очень много там критиковал надо использовать ядро на полноценном то есть на все сто процентов надо использовать ядро пациент что чтобы сделать в этом вам смысл такой что запускается дело как любые серверы вы распускаете указываете сколько памяти ему можно взять для кэширования куда он будет складывать кэшированные объекты мы взяли 48 гигабайт оперативной памяти если он сначала работает изобретательной памяти полностью представьте что сеть файл не может человек это программируется все это не просто какой фон файл дали жить он превращается в своем файл это делается до команды все в восточном у него отдельный поток есть диаграмма как все происходит допустим он забрался с 3 файл вы можете добавить время время на 3 дня то есть одно изображение у нас кэшер на 3 дня у нас нам повезло у нас контент не меняется если как нам взяли так мы всегда даем со временем он не меняется нам с этим проще было но есть то есть когда изображение изменится надо его кэшер удалить ну там есть отдельные вызовы чтобы сбросить кэш по такому татришу очень оптимизированная штука ну и вот наша архитектура с ним мы спустили настроили буквально замяло вообще там ну по первому это ну пол дня и замяло не торопясь то есть вместо центре у нас вот наш один мощный серый быстрый плюсы то что мы договорились высокой скорости отдачи те же там 300 секунд ну глупая статистика такая статистика и минус то что он назовет нам в сервере джак который лучше пустить более полезные цели в принципе даже по нему больше нечего сказать кроме того цифру у нас служит он у нас 330 миллионов в день запросов изображений примерно в день 20 у вас на самом деле он даже дает 10 гигабитную сеть кто-то может еще дает 10 гигабитную трафику мало очень мало хостинг готовы работать с такими трафиками и амузы не шлют самое главное такие трафики да можно все более полезные на данный момент канал у нас был заведен значит исправляется по поводу того кстати если у нас больше памяти допустим не обязательно опираться в оперативную память вашего сервера у вас что полному сделано мы указываем допустим 408 мы укажем 60 даже не скажем что у тебя нет памяти на сервер на сервере чтобы вообще ничего не стояло у него он то есть вот это отдельная тачка на которой запущен один живет можно конечно если у вас небольшие объемы трафика его можно применять как просто прослойку перед вашим приложением как простой решивающий сервер то есть есть вот серверси которые типов мы ускорим ваш сайт то есть вы просто говорите вот мой домин сайт направляете свой вы направляете на свои сайты через них они просто решили устать там css файлы если точно это можно сделать все варишь на самом деле и я думаю даже получится дешевле чем сервис как бы вот минусы 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 у нас на счет смось с помощью или славящим будет у нас есть либо вы сделаете так что у вас крыша были на всех этих ладошинствах, а это неправильно, потому что он будет просто никому расходить в свое место, в оперативной памяти. У нас был такой момент, когда у нас частые данные, они вываливались из крыша, самые горячие данные. Опять же, это тоже тонкость нашего проекта, что у нас есть горячие данные. Если у вас большая воздержанность из данных, когда воспользователи к любому абсолютно могут обращаться к объекту, то вам кэширование будет, конечно, сложновато, потому что у нас тогда, чтобы все было кэширование. У нас же есть там какая-то область, которая горячим данным открывается. Получается, способность данных с несколькими маршами добиться трудно. самого разработчик просили, чтобы сделать там с ним. Он говорит, не буду ячего, потому что это неправильный подход, как он считает. Применяется там хапрокси балансировщик какие-нибудь, то есть, ну, не будет он делать этому поддержку. Вот, значит, ну и память здесь вытекает, опять же, согласованность, когда у вас спрос на кучу экземпляров, бежит на всех машинах, это расходит очень много памяти. Как альтернативы и спеширующие очень популярны сервер Роскви, но он хранит оперативной памяти, но, как я знаю, он не могут работать на оперативной памяти, он ходит на файлах, каждый ваш объект будет отдельный файл, а здесь вам придется еще привлечь на том, чтобы исследовали нормальную систему, которая работает в вашем количестве файлов. И у него есть, зато у него есть. Поддержка, инстант запчается между собой, согласованный кэширов на кэширов. Я с этим не сталкивался, но знаю, что вот можно, если кому-то друг будет интересно. А мы, потерпление, кое-кому не cdm. Есть вот сайт хороший, cdmplanet.com. Куча, на самом деле, куча кэширов, может, российский есть. Слово-садочный санженец, там генингс, по-моему, они могут специально так назвать. Вот, много всяких есть. На самом деле, это самый правильный вариант, что либо вы сами делали, либо вы сами будете поднимать у себя цдм инфраструктуру, но вы сами понимаете, что здесь нужно штатно-тренинг администраторов, инженеров. Это такая область. Иногда лучше отдать это все на, ну, обслуживание, можно сказать. А, кстати, если вдруг все-таки кто-то соберется поднимать, мы в свое время пытались придумать кое-что. Есть открытый облачный проект OpenSpec, то есть вы можете свои облака, по сути, запустить у себя в внутренней инфраструктуре. Вот у них есть там Zwift, это как раз-таки хранилище OpenSpec, хранилище, то есть, по сути, тонал S3. Может у себя его поднять, если кому-то вообще не захочется. Тем временем, тем временем, для критику на статику… Роман, два вопроса. Минус Амазона, значит, нагрузка большая на массу данных, у нас упёрлись мы в ней дальше пути решения чоу-шаргин, стандартный шаргин, применение каширования, либо переход на науэсквиллер. Минусы. Очень медленная, наверное, на ОООС-технологиях дисковод-система. Вот такие вот скачки в пять раз умедление вполне нормально для Амазона. И слава богу, если у вас это не откликнуло, у нас было проблемой. Пути решения – это просто рейт-молить нескольких дисков виртуальных сделать. Наше будущее. Мы уходим полностью на углаш. Мы уже знаем нашу аппетитуру. Мы знаем, какие нам всегда нужны, то есть какие, как нам всё там будет. Вот такая мастер. Цена примерно за это будет. Матер-класса при этом там у нас создание будет. Адмосфер мы отказываемся. Конфибрируйтесь, особенно через пайк, всё это будет. Мастер-класс – это интересное. Мы будем послушать. И выводы по Амазону, какие можно сделать. Ну, очень надёжно. Очень надёжно, если правильно, всё сгонструировано. Очень большая хитрость всего, как я уже рассказывал. Очень большая количество сервисов. Я рассказал самому. Малую часть сервисов, как DC2 и DC3. Там очень много всего. Там нацилка мылов, ещё что-нибудь. Быстрый старт. Быстрый старт. Вот, по сути, мы переехали. То есть, всё очень ограниченное время. 6 месяцев. На самом деле, прыжок там был относительно резкий. Там вообще за 2 месяца. Норминус, медленная дисковая операция. Высокой стоимость. За это приходится платить. Это понятное дело. И мой совет, что использовать облачный только для трикосрочных планов. Для долгосрочных планов, в любом случае, дешевле будет принимать свою инфраструктуру. На этом всё, что я готов вам рассказать. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ 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 Кстати, хороший сайт. Вот последний. 10-гигабитный сервер ещё надо нормально настроить. Потому что древние настройки TCGV протоколов, которые в ядрохлюнулся, сейчас и в алтарик, они не выжмуты с 10-гигабит всё. Можете воспользоваться им. ПОДПИСМЕНТЫ 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 Павел Геймс. Последний раз, когда мы были на HDC, Зинга говорил о том, что Amazon Web Services очень хороши именно для стартапа, для начального кода развития. А потом, впоследствии, они всё же будут делать свои собственные дата-центры? Как вы до этого пока ещё не говорите? А дата-центров? Да. Нет, пока нет. Ну дальше. Землю надо купить сначала. Да, спасибо. Алексей Борисович, пожалуйста. А вот совсем недавно, насколько я помню, Amazon со всеми сайдами сервисами лежало что-то в олене двух дней. Скажите, это вас затронуло? И при этом лежали такие сайты, как Quora, в общем, куча серьезных сайтов. Как вы относитесь к этому? Да. Лежали. Была проблема. Насчет двух дней не уверен. Там два дня. А не то, что лежали два дня. Там два дня восстанавливали сайты. То есть это случилось всё быстро. На сухой комнате, по-моему, в Ирландии, как раз там же Деми, он отдалил по электростанции, которую я сомневал, питанием Ирландии, именно в Ирландии. Вот. На тот момент, по-моему, был вообще в прошлом году, у нас это не затронуло, а у нас там еще и не было. То есть мы еще не ходили. Я говорю, у нас опт там полгода на них просто удержались. Запронулили большие серьезные проекты? Я думаю, что нет. Большие серьезные проекты это не затронуло. Почему? А потому что они наверняка, наверняка они использовали разные регионы. То есть у них был еще публикации инфраструктуры на, допустим, американском регионе. И то есть у них там, по сути, это могло вообще автоматизировано. А они вообще ничего не заметили. У них потом, правда, остановился Амазон в Ирландии. Они просто свои образы опять накатили и все подняли, и все. То есть просто поменьше, кто был бы, кто использовал все эти сервисы в Ирландии, у них поменьше все это работало, потому что пришлось на Америку все это выпускать. Ну и все. То есть динцидент был. Но это решаем. Если сразу. Прогнуть все. Самсон Михаил Кузнеевич. Роман, а как формируется пакет для накатанной виртуалки для Амазона? Потому что, допустим, для Майкрософтского облака это пакет. Пакет формируется. Пакет формируется. Запускается инстанс эталонный. Ну, для нас он эталонный. Для Амазона ему кофе в общем. И вообще все инстанс одинаковые. На нем он настраивается еще как-то наставить свой набор положений, которые ему. Затем. Этот инстанс выключается. Снимается просто область. Просто кликается. Текст на пшот. И потом греет имидж. То есть создается вот этот область просто из снапшота. То есть из состояния вот винчестера. То есть это по сути состояние идет не с самой виртуальной машины. А чисто вот EPS у них. По сути это образ винчестера. Все. Ты создаешь новый инстанс. Когда выбираешь. А вот использует у меня кофе вот столовой винчестера. Создаешь, запускается. У тебя абсолютно вот еще то же самое. Перед тобой. Понятно, спасибо. Я с Кваш Роман. Работаю в компании ViceSoft. В системном архитектном. Здравствуйте. Скажите, как вам свое выступление? Мое вообще первое выступление, честно говоря. Публичное такое. Очень волновался. Вот. Ну. Половину того, что я хотел, планировал рассказать. Я забыл. Я не рассказал. Ну. Вроде говорят. Хорошо получилось. Не знаю. Ни мне оценивать. Я не очень доволен. Хорошо. Своим выступлением. Так. А как вам другие доклады? Какое более такое? Хорошо. Очень. Очень живая конференция. Много интересных людей. Все сливки эти сообщества в Пензенском. Вот. Ну. Здесь как рыбу водились. Плаваешься. Все свои. Как вам вообще организация конференции? Тоже. Все хорошо. Все классно. Очень комбинационные некоторые вещи. Допустим, как твиттер-лента. Отвлекает, конечно. Но это интересно. Там какие-нибудь холивары разводить. У нас есть много места и нас есть. В Коярдинск. На одной пиле. В Вашем месте. Союзе.